2280, да, он самый. Ага, давай, я проголосую. Это я. Янглаз, латвоват, латвоват. Вот это наградная встреча воинствующих, губарников. У нас же любят хвалить коммунизм. Ну, мы говорим о том, что вот эти коммунистам как раз разрушались, да. И, ну, если они хотят газовать за коммунизм, пожалуйста, пусть они объясняют это, почему это происходило, почему такое стало возможным, что память предков так разрушалась. И вот фактически то, что мы сегодня смогли посмотреть, это памятник в честь предков наших и одновременно наглядность зависит от того, что творилось, такой разгул бездуховности происходил в 30-е и даже 40-е годы. Это варварство? Это и вандализм, это бездуховность, это в некотором роде даже осквернение могил, потому что могильные памятники ломаются. Установки шли из центра, из ЦК партии шли установки и здесь реализовывались на местах. Даже в столице республики существовал музей, атеистический музей. Музей атеистический, он был на улице Буйнакского, размещался такой музей. В Советском Союзе действовало общество воинствующих безбожников, пытались создавать его ячейки на местах. И, конечно, все это дало некоторые свои отритательные результаты. А вот то, что мы увидели сегодня, то, что нам посчастливилось увидеть, хорошо, что вот эту память сохранили в Кастэке, это как раз наглядное такое материальное подтверждение того, что творилось в 30-е и 40-е годы. Я не хочу в чем-то обвинять коммунистов или лишний раз укорять, но если они вступают в открытие диалога и говорят, что это было хорошо, все было хорошо, то хочется сказать, господи, товарищи, дайте разумный, адекватный ответ на все эти дела. Объясните все это, объясните, почему коммунизм это было хорошо, почему Сталин это вот, и как вы сможете оправдать все это в итоге. Вот такая у нас ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.